Всем привет! С вами Дмитрий и сегодня будет первый выпуск диких экспериментов с пищей для бани Ферингер. Данный выпуск будет посвящен вопросу, что будет если использовать вместо дров брикеты. В общем по использованию брикетов я уже снимал видео и ранее и в одном из видео я даже рассказывал как эти брикеты закладывать, как правильно ими топить и это вы можете посмотреть здесь. Но с теми брикетами все было понятно. Они хотя бы были известны и было понятно из чего они изготовлены. А сегодня я положу в печь вот такие вот непонятные брикеты. Выглядят они как-то странно и даже немножко страшно. На них нет никакой этикетки, никакого описания из чего они сделаны и вообще какой они хотя бы фирмы, какого производителя. И первый раз такими брикетами пользоваться конечно даже немножко страшно. Так как эксперимент должен быть диким, поэтому я заложу даже не одну упаковку таких брикетов, а да, но полежка больше. Потому что одной упаковки чуть-чуть не хватает для того, чтобы топка была более-менее полная. Вот в брикетах RUV, которые я показывал ранее, там все четко. Там одной упаковки хватает за глаза и даже немножко много. Вот здесь приходится еще одно добавлять. По стоимости они приблизительно одинаковые. То есть по идее должны давать приблизительно тот же эффект. Ну что ж посмотрим, как это все будет гореть. Не будет ли перегреваться печь, не будет ли еще каких-то моментов, которые опасны для эксплуатации печи для бани Ферингер. Далее будет видео самого горения. О результатах я напишу в комментарии под видео. А сейчас приятного просмотра. Всего доброго. До свидания. Прежде чем вы начнете просмотр, предлагаю поучаствовать в опросе. Какое топливо вы предпочитаете использовать в своей печи для бани? Дрова или брикеты? Обязательно поучаствуйте в этом опросе, чтобы было понятно соотношение тех, кто использует дрова и тех, кто использует брикеты. Если вы хотите дать более подробный ответ, почему вы используете то или иное топливо, то пишите это в комментариях. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok